Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной больницы Лариса Васильевна Сметана. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, не первый раз у нас гостит Лариса Васильевна. И почему? Потому что, к сожалению, сколько раз мы уже не говорили на эту тему, всё равно тема инсульта, тема вот этого даже названия, не просто там какое-то отделение, вот с длинным названием, на мозговое нарушение, острое нарушение мозгового кровообращения. Вот сейчас у нас лето было, летом даже, мне кажется, у самых проблемных людей немножко настроение другое, потом наступает осень, и вот ещё у нас сейчас переход в зимний период, то есть начинается такая стрессовость. И неожиданно многие могут довести себя вот до такого состояния, потому что сегодня мы реагируем на всё остро. Человек вообще обычно остро реагирует. Вот скажите, какие на сегодняшний день основные причины? Потому что одно дело, когда пожилой человек, и ты понимаешь слово инсульт и пожилой человек, это как бы, ну, как ни крути, логично, да? А когда вдруг 20 лет, 30 лет, вот сейчас были сообщения, да, человек там раз, 40 лет был и нет человека, да? Почему это происходит, и какие механизмы в человеческом организме работают, которые могут неожиданно привести вот к такому острому нарушению? Да, количество инсультов, как в России, так и во всём мире, оно не уменьшается, а даже несколько увеличивается. И даже молодеет инсульт. Это связано, безусловно, с хронической стрессогенной ситуацией, то, что люди постоянно нервничают, спешат куда-то, да. Да, действительно, нервничают, и это приводит к выбросу, к повышенному выбросу и постоянному практически выбросу адреналина. А адреналин, как мы все знаем, адреналин и норадреналин, они повышают артериальное давление за счёт того, что происходит спазм сосудов, спазм сосудистой стенки. И, как правило, артериальная гипертензия, она является основным фактором риска, который вызывает инсульт. Вот, и артериальная гипертензия, она также помолодела, гипертония. Вот, и сейчас страдает очень много людей молодого возраста, достаточно среднего возраста. А вот симптомы молодых, средних и пожилых, одинаково вот происходит этот процесс? Гипертоническая болезнь? Да, неважно. Ну, это, как правило, головные боли, часто, часто достаточно головные боли, повышенная утомляемость, усталость. Вот, и, естественно, это желательно в таких ситуациях измерять артериальное давление. Следить за собой. Да, следить за собой, и тогда уже обращаться, да, к лечащему врачу, к врачу по месту жительства, прежде всего. Мы сейчас поговорим, безусловно, о профилактике. У меня такой простой вопрос, потому что Лариса Васильевна, она не просто, как это, практикующий врач, она ещё теоретически врач, то есть она, ну, очень глубоко погружена в тему. Почему же наш организм, понимая, что вот я нервничаю там, условно, делаю какие-то не очень хорошие, ну, я ж могу нервничать там, ну, по хорошему поводу, я могу, кстати, сильно радоваться, это же другой вариант. И вот вдруг, почему он меня не защищает, а идёт вот этот выброс, потом уже понимаем, что адреналин, он же вроде не самая плохая история для нас, потому что когда есть адреналин, как бы настроение, ну, когда слишком, видимо, много, почему не срабатывают защитные механизмы? Ну, потому что сейчас это стало слишком часто, фактически каждый день мы куда-то спешим, да, постоянно опаздываем, вот темп жизни, он гораздо выше стал, чем это было раньше. Но при этом мы вроде больше живём, дольше? Ну, и при этом ещё, безусловно, преобладает гиподинамия, то есть мы гораздо меньше стали двигаться, потому что само по себе движение, оно снижает артериальное давление. Как бы всё время тренировка. Да, 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 поэтому в данной ситуации, когда жизнь стала более гиподинамичная, то есть мы больше проводим в сидячем положении времени и за рулём, и за компьютером, и так далее, там подобное. От руля к компьютеру и обратно. Да, это как раз и приводит к тому, что артериальная гипертония подняла голову свою, безусловно, и всё шире и шире распространяется. Грубо говоря, если даже человек там, ну, возьмём там 35 лет, да, самый такой возраст, он может даже не обращать внимания, зарядку не делать, времени нет, что-то там забросил, сел в машину, приехал на работу, работа сидячая, где-то раз и где-то чуть-чуть больше ускорил движение, вот в этот момент может наступить какая-то такая фаза, потому что организм уже не готов, когда он всё время, ну, да, в работе происходит. Люди знают прекрасно, что существует инсульт, да, нам об этом рассказывают сегодня, ну, начиная от фильмов, заканчивая, да. Да, стараемся, да, безусловно, посещать. Но, тем не менее, все считают, что, ну, во-первых, меня это не коснётся, а во-вторых, даже если, ну, и будет, ну, это будет когда-то потом. Какие первые проявления? Вот вы сказали головная боль. Есть люди, которые, ну, с головной болью чуть-то там не с детства у них проблемы начинаются, ну, чаще болит, чем у других. Есть люди, у которых головная боль появляется гораздо позже, но вдруг очень резкая. Это самый главный симптом или ещё что-то надо замечать? Может быть, какие-то онемения? Для профилактики первичного инсульта, для первичной профилактики, да, в принципе, очень важно сразу же принимать какие-то меры при наличии головной боли, потому как, во-первых, это может свидетельствовать о повышении артериального давления, а может также говорить о том, что у человека есть врождённая какая-то сосудистая аномалия. Допустим, аневризма или артериовенозная мальформация, достаточно часто она даёт головные боли. А её можно как-то обнаружить? И для этого пациент обращается к врачу, вот, и врач назначает специфическое, конечно, исследование, такое как КТ-ангиография или МР-ангиография, для того, чтобы как раз понять, есть ли патологическая какая-то... То есть его персональная история. Патологический дефект, да, какой-то в сосудистой системе данного человека, потому что это представляет естественную угрозу жизни. В какой-то момент обязательно она разорвётся, как правило, при физической нагрузке или при выраженной эмоциональной нагрузке, и это приведёт уже к геморрагическому инсульту. То есть человек должен об этом знать. Да. А вот ишемический инсульт, он, как правило, не проявляется, и предвестники его тоже не дают, как правило, головные боли. И если говорить об артериальной гипертензии, тогда да, тогда это может тоже быть и головная боль, которая также... гипертензия также приводит к ишемическому инсульту. Но в данной ситуации при ишемическом инсульте там немного другие факторы риска. То есть мы должны следить за своей диетой, то есть она должна быть гиполепитемической, то есть с низким содержанием липидов, жиров. Также следить за своим холестерином, за сахаром крови обязательно, вот, за липидами низкой и высокой плотности, за триглицеридами, то есть это отслеживать нужно будет, проводить дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на предмет наличия бляшек, атеросклеротических бляшек. Но тогда это раз в полгода надо делать? И отказаться от курения и злопотребления алкоголем. Мне кажется, что наши телезрители уже давно должны были это сделать. Мы сто раз об этом говорили. От курения 100% и от алкоголя тоже, конечно, нужно отказаться. Злоупотребление, да. Да, злоупотребление. Хотя слово злоупотребление, так никто и не знает, где оно заканчивается. Но если говорить серьёзно, то понятно, что, безусловно, здоровое питание – некий здоровый образ жизни. Но вот то, что вы сейчас перечислили, ведь это должна какая-то ответственность быть у каждого человека перед своим организмом. То есть что он должен прийти не уже куда-то там в супер-пупер клинику, потому что уже, да, а он должен прийти к врачу, значит, раз в полгода надо это делать. Да, и пройти диспансеризацию. Диспансеризацию. Да, врач ему сразу всё это назначил. И мы увидим сразу всё, даже то, что потом ещё может произойти с ним. Да, и рассказывать ему. Есть ли предпосылки к тому, что может произойти вот такая катастрофа? Мы можем это обнаружить и знать, что к этому нужно быть готовым. То есть мы не можем это, грубо говоря, исправить, да, этот его собственную такую проблему. Но он будет знать, по крайней мере, что ему нельзя делать то-то, то-то, пить, курить и так далее. Это первое. Второй вариант. А есть способ заранее что-то поймать, ну вот как в онкологическом звании, и убрать или нет? Нет, ну в принципе, если вы сделали, допустим, дуплексное сканирование и обнаружили значимую бляшку, которая ещё пока не прозвучала в виде инсульта, то эту бляшку можно, естественно, прооперировать. Каким образом? Стентирование провести. Вот, если же она уже достаточно больших размеров, то можно обратиться к сосудистому хирургу и, скорее всего, предложат каротидную эндортеректомию, что тоже... Звучит прям как абракадабра. В данной ситуации является очень серьёзным таким профилактическим действием. Вот, а при головных болях желательно сделать также МРТ головного мозга, помимо всего прочего. Чтобы понять, что там происходит. Да, да, безусловно, кардиограмму, УЗИ сердца, безусловно, Холтеровское, допустим, ЭКГ, мониторирование суточное, демониторирование. Ну и помимо всего прочего ещё и МРТ головного мозга для того, чтобы понять, насколько мозг пострадал от наличия вот этих сосудистых спазмов, в каком состоянии на данный момент он находится, есть ли там сосудистые очаги, в каком количестве, есть ли там гидроцефалия, есть ли какая-то врождённая аномалия в виде ретро, допустим, цереблярной кисты и так далее. То есть в данной ситуации нужно обратиться к терапевту сначала, потом, я думаю, к неврологу, вот для того, чтобы пройти вот такое обследование и уже дальше принимать какие-то меры и лежить спокойно. Ну, по крайней мере, да, быть в курсе, потому что мы, по-моему, в прошлой программе говорили, что многие иногда не понимают, откуда же называется ноги растут, да, в том или ином заболевании. Иногда это может быть связано в одном месте начинается, а проявляется совсем в другом. Хорошо. Возвращаясь к теме возраста, инсульта, и по-разному переносят молодой организм, средний и, ну, скажем, там, острую какую-то фазу. Ну, в принципе, да, молодые они всё равно переносят, так скажем, легче, да, чем люди пожилого возраста, потому что там, как правило, комарбидные ситуации, то есть достаточно много сопутствующей патологии, которые, безусловно, вмешиваются в прогноз уже, потому что если диабет, то сахарани, безусловно, да, ухудшают течение, инсульта, допустим, гипертоническая болезнь запущенная тоже, допустим, мерцательный аритмет, то есть фибрилляция предсердия с нарушением сердечного ритма, также ведёт к снижению кровоснабжения головного мозга и, естественно, к угрозе повторных инсультов. Вот, то есть в данной ситуации упирается в основном вот именно в наличие сопутствующей патологии, вот, потому что молодые, как правило, обладают меньшим количеством этой сопутствующей патологии. И быстрее можно их вытащить из ситуации. Да, если у них действительно нет какой-то серьёзной патологии в виде порока сердца, прооперированного там, допустим, порока сердца в юности, в детстве, то есть потому что это уже тогда является серьёзным фактором риска для инсультов. И нужно отслеживать приём антикоагулянтов, безусловно, чтобы они в определённом режиме принимались и имели определённый целевой... Ну, по крайней мере, да, они будут... Опять же, человек, который понимает, что у него есть опасность какого-то заболевания и знает схему, он уже как бы, ну, осознанно это делает. Вот ещё такой вопрос. Мозг нам даёт иногда какую-то команду о том, что не всё благополучно. Ну, например, люди иногда там в обморок, да, могут падать, не понимая, что это такое. Ну, там один раз упал, ну, бывает, а особенно вот в таком возрасте, там, после 50-ти. Или, например, наша, ну, вечная проблема памяти, да, у нас, правда, и в молодости не всегда хорошо работает. Вот вдруг человек видит и не может вспомнить, как это называется. Это команды мозга идут, что что-то не так? В принципе, да, я думаю, это такие уже звоночки серьёзные, вот по поводу которых нужно, безусловно, обратиться всё-таки к специалисту и пройти дополнительные исследования. Вот в том числе, прежде всего, исследования сосудов брахиоцефальных артерий, это прежде всего их проходимость, их, ну, на наличие стенозов, бляшек и так далее. Вот, и вполне возможно, что и МРТ нужно будет сделать. Сейчас это уже становится таким рутинным исследованием. Да, то есть это уже... Но, в принципе, все эти заболевания, через вас прошло огромное количество людей и пациентов, и, скажем так, диагнозов. Болезнь эта видоизменяется как-то, бляшки становятся больше, или, я не знаю, там, как-то меняются артерии, или пока оно приблизительно... Ну, может быть, в связи с нейровизуализацией, то, что мы сейчас, да, обладаем большим количеством аппаратуры, такой современной, да, которая на ранних этапах может выявлять вот эту патологию, и то, что это сейчас уже широко распространено, фактически в каждой поликлинике имеется такое оборудование. Вот, я думаю, в связи с этим увеличилось количество выявляемых случаев с такой патологией. Но в любом случае это хорошо, то, что мы на данном этапе можем это предупредить и каким-то образом воздействовать. То ли назначить статины, которые будут... Не будут давать увеличиваться объему и площади этой бляшки. Вот, или же либо стентирование проведём вообще её в данной ситуации, устраним, удалим. Вот, но там нужно будет тоже принимать обязательно препараты, антиагрегантную терапию проводить. То есть я к чему веду? Вот такого какого-то супернового непонятного диагноза нет? То есть всё более-менее понятно? Нет, сейчас уже более-менее понятно, да, и ты уже понимаешь схему, по которой ты сразу начинаешь больного обследовать. То есть есть стандарт, который у тебя в голове давно уже отложился, и ты начинаешь по нему работать, и фактически каждый врач уже обладает такими знаниями, и поэтому... Вот это здорово, потому что мы же с вами с детства ещё помним со школы, что человеческий мозг у нас ещё не до конца всё-таки исследован. Конечно. И боюсь, что, может быть, если мы исследуем, может, это и не к лучшему будет, потому что, да, он держит какие-то тайны, и всё-таки вот я почему говорю, что сигналы он даёт, и важно, чтобы эти сигналы люди понимали. Ну и во второй части мы, конечно, поговорим о вашем замечательном отделении, которое известно очень хорошо, но завершая первую часть, давайте вернёмся к образу жизни и питанию, тоже наша любимая тема. Почему? Потому что вот как бы тут две составляющих. Здоровый образ жизни, да, это хорошо, и всё равно питание... Мы же понимаем, когда мы приходим в магазин, найти там 100% чистый продукт уже невозможно. Нужно какую-то схему, нужно поехать к какому-нибудь диетологу, чтобы он, исходя из твоего анализа, выстроил тему, как правильно питаться. Нет, в принципе, можно обратиться к эндокринологу, нутрицинологу, можно просто к терапевту, да, сейчас врачи обладают такими знаниями. В основном делаем упор, безусловно, на фрукты, овощи, безусловно. Очень хорошо, в принципе, в данной ситуации на холестерин воздействует рыба, особенно морская и особенно белая, потому что в белой как раз ненасыщенные жирные кислоты содержатся, которые насыщаются в организме и выводятся в данной ситуации, как омега-3. Завершая первую часть, мы всегда поднимаем этот вопрос, но всё-таки там здоровый образ жизни понятно, зарядка, фитнес, бассейн. Прогулки на свежем воздухе обязательно. Минимум час, да? Да, минимум каждый день. И ещё, если у вас есть хороший, обратиться, чтобы с пунктом правильным, там не просто надо медленно ходить, а чуть-чуть иногда в движении усиливать, в смысле бег, хотя кто-то может быть и бегом. Но скорость увеличивает, да, ходьбы. Еда. В магазине ничего настоящего нет, но других у нас нет. Как справиться? Поэтому вот я говорю, акцент на овощи, фрукты и на рыбу. Больше всего на морскую, лучше на белую акцент делать свой, потому что она содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, которые в организме насыщаются нашими жирными кислотами и выводятся, что снижает уровень ЛПНП, низкой плотности холестерина липидов. В красной рыбе морской тоже достаточно полезного, но там в основном и витамины, и микроэлементы. Поэтому у кого холестерин повышен, всё-таки акцент делать на белую рыбу. А какую лучше икру, красную или тёрную? Там белка много, но, честно говоря... Икру лучше не употреблять? Да, в небольшом количестве, да. А мясо как же? Мясо только нежирное, так же, как и молочные продукты. То есть индейка, наверное, да? Да, индейка хорошо, да, в принципе, куриное мясо тоже, безусловно. А говядина как? А кролик тоже очень хорошо, да. А говядину можно хотя бы? Можно, но пореже хотя бы раз в неделю. А со свининкой лучше попрощаться? Ну, так, между нами. Хорошо, завершаем первую часть на приятной теме, такой обеденный перерыв, сделаем небольшой. После чего узнаем, что нового в отделении, которым заведуют наши гости Лариса Васильевна Сметова, заслуженный врач Российской Федерации. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной больницы Лариса Васильевна Сметана. И мы говорили в первой части об инсульте, напомнили, почему он происходит, и, собственно говоря, немножко о профилактике поговорили, начиная от образа жизни, заканчивая простым питанием. Ну, а теперь давайте переместимся в ваше отделение, потому что вы сталкивались с самыми разными вариантами. Человек так устроен, что, сколько бы мы ни говорили о профилактике, о том, что нужно следить за своим здоровьем, некоторые его доводят до такой степени, что, к сожалению, лежат у вас уже иногда в таком, наверное, состоянии, что... Да, достаточно тяжелым. Достаточно тяжелым. Как сегодня работает отделение? Как много к вам поступает людей? Как это все происходит? Отделение, конечно, работает в полную силу. Ежедневно мы принимаем большое количество в экстренном порядке тяжелых больных с отеком мозга, с диагнозом инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения. Оказываем абсолютно всем профессиональную, высокотехнологичную помощь. Значит, сейчас региональный центр сосудистый наш, он расширил свои возможности. Потому что в составе Люберецкой областной больницы появилось нейрохирургическое отделение, которое может проводить оперативное вмешательство по поводу геморрагических инсультов с целью удаления внутримозговых гематом, с целью проведения декомпрессии головного мозга, для того, чтобы... Такие точечные уже, да? Да, да, там, допустим, разгружать четвертый желудочек и так далее, для того, чтобы дать возможность нормально циркулировать ликвару и, естественно, питаться веществу головного мозга, получать нормальное питание. Вот также у нас появилось отделение сосудистой хирургии, вот я упоминала его ранее, которая помогает нам в проведении и таких сложных оперативных вмешательств, как каротидная эндортеректомия, то есть когда бляшка достаточно больших размеров в брахиоцефальных артериях, находится в сонных артериях, ее уже стентирование невозможно достать, потому что там проход слишком мал для стенда, вот тогда идет наружный доступ, то есть снаружи рассекается эта артерия, вылущивается эта бляшка, накладывается заплата и больной получает очень хороший, больной получает хорошие результаты в связи с тем, что улучшается кровоснабжение головного мозга, восстанавливается кровоток к участкам мозга и больной профилактирует повторные инсульты, так скажем. Это профилактика повторных инсультов. А кого больше, и химических у вас больных или вот ваше направление основных инсультов, да? Да, у нас, безусловно, во всем мире и у нас идет такая статистика 1 к 4, то есть, допустим, из 100 больных с инсультами 80% или 80% человек будут с ишемическими инсультами и 20% будут с геморрагическими, как правило, так происходит. То есть ишемических намного, гораздо больше, чем геморрагических. Но, в принципе, это, может быть, и хорошо, так природа устроила, потому что геморрагические инсульты, они имеют все-таки повышенную летальность, повышенную смертность. Такое уже неприятное. Да, когда разрывается сосуд, то изливается кровь и появляется дополнительный объем в головном мозге, безусловно, и ведет себя как опухоль. Естественно, сдавливает окружающие ткани, вызывает выраженный отек головного мозга. И так как черепная коробка, она очень ограниченная, пространство имеет, она не может расшириться, то, естественно, идет, как правило, вклинение задних отделов мозга. Большое заточное отверстие, и, к сожалению, неблагоприятный исход. Понятно. Ну и вот вы говорите, что так как к вам постоянно поступают, у вас уже выработана определенная схема действий. Потому что вы же понимаете, что для человека, который с этим не сталкивался никогда, и для его родных, это какой-то глобальный. То есть тут все вместе. И нервы, и стресс, и непонятно, куда бежать, и так далее. Но тут очень правильно а, доставить больного к вам, а вам принять его и направить в правильном русле. И опять же, у вас на сегодняшний день, я так понимаю, есть в отделении возможность сделать и определенные анализы сразу же провести, да? Да, и самое главное, чтобы больной попал к нам в терапевтическое окно. Терапевтическое окно длится 4,5 часа от момента возникновения симптомов. Поэтому чем раньше больной обратит внимание на свое состояние, и также окружающие его родные, близкие и вообще окружающие его люди, и чем быстрее они поймут, что нужна помощь в экстренном порядке, то есть его нужно срочно направить в сосудистый центр для установления диагноза, для постановки диагноза, тем больше шансов, что мы окажем ему вот эту высокотехнологичную помощь, да, и профилактируем и неблагоприятный исход, также инвалидность. То есть мы сможем уменьшить дефект, который мог бы возникнуть, если бы мы не провели, допустим, тромбоэлитическую терапию, которая растворяет этот тромб практически только при самом начале его образования, а также проведем тромбоэкстракцию, если больной попадает в 6-часовое терапевтическое окно, иногда даже и больше, до 8 часов бывает, мы расширяем это окно при определенных условиях, и проводим тромбоэкстракцию, то есть аспирируем этот тромб механическим способом, что также спасает жизнь человеку и, безусловно, уменьшает его инвалидизацию. Ну и вот тут такой еще вопрос интересный, что мы начинаем всегда с печального, что когда человек заболевает, происходит вот либо такой инсульт, либо такая ситуация, а потом люди делятся тоже на две категории, у которых, к сожалению, все идет по такому плохому направлению, иногда это, к сожалению, уже не зависит даже от лечения, но организм такой. А есть люди, которые, вот вы говорите, даже инвалидность не получают, то есть мы успеваем, человек пытается восстанавливаться. То есть можно ли сегодня при правильном поступлении восстановиться после довольно серьезного такого всплеска не где-нибудь, а в голове? Да, безусловно, если человек обращается в определенные временные рамки, именно в это терапевтическое окно, то, безусловно, ему обязательно оказывается вот эта высокотехнологичная помощь, и, как правило, больные дают хорошие результаты, прямо, можно сказать, на глазах мы видим, да, в течение нескольких часов, в первых суток мы видим положительную динамику, да, то есть каким больной обращался и каким он становится после того, каким он проведут эти манипуляции, конечно, разительная разница, такая большая разница, и что очень приятно для врачей. Мы, конечно, тоже получаем вместе с больным большое удовлетворение от этого. Ну и такие случаи, действительно, они зафиксированы, и я так понимаю, что вам не боятся спасибо сказать, потому что всё-таки работа, она вот правда, мы часто говорим, ну, заболеваний много, да, заболевания сердца, самое, наверное, такое глобальное, да, онкологические заболевания, которые тоже в зависимости от того, сегодня, как ты поймаешь, да, этот момент, иногда можно, в общем-то, человека спасти просто. Вот, а здесь уже речь идёт о том, что это такое нарушение, которое, ну, иногда его трудно избежать, но можно максимально его купировать и как-то исправить, да, ситуацию. То, чего, наверное, раньше... Вот мне кажется, что раньше, когда слово инсульт, это всё. Да, раньше действительно был такой пессимизм в этом плане, по этому поводу всегда испытывался. Вот сейчас, конечно, это острое состояние, безусловно, это удар, это апоплексия, но в любом случае, если это всё вовремя выявить и доставить человека в профессиональный такой центр сосудистой, то, безусловно, помощь будет радикальная, да. А лекарства, я сейчас даже не говорю о том, которые там положены, чтобы были в поликлинике, я думаю, что у нас с этим всё в порядке. Выпущены какие-то новые сегодня, вы же следите, как специалисты? Ну, для тромбоэлитической терапии, да, сейчас новые лекарства. Ревелизы – это российское производство препаратов. И фортелизин – тоже российское производство препаратов. Раньше у нас были импортные, сейчас вот у нас аналоги достаточно даже. Ну, они уже проверили нормально. Да, абсолютно, да, хорошо работают, абсолютно не хуже, чем импортные. Не в дефиците? Нет, они не в дефиците, они у нас всегда в наличии, всегда, да. Поэтому мы, конечно, благодарны тем, кто поставляет нам такие препараты, тем, кто их произвёл, потому что по качеству они не уступают. То есть нет такого, как в 90-х годах было, когда знаем, как лечить, а нечем? Нет, нет, отличный, что один, что второй препарат – отлично. С оборудованием как у вас дела на сегодняшний день? Оборудование, в принципе, мы пополняем. У нас ангиограф второй установили. То есть мы теперь делаем и в плановом порядке эти операции стентирования, так же, как и операции на сердце, имеются в виду коронарография и стентирование, так и для сосудов брахиоцефальных, конкретно брахиоцефальных артерий. Вот два КТ у нас, два компьютерных томографа. Это, наверное, очень хорошо. Да, в третьем стационаре. Может быть, случай, когда постепенно, не торопясь, плановый, да, а бывает, когда острый, чтобы очереди не было, сразу можно дать человека запустить. Да, это отлично. У нас МРТ-аппарат стоит тоже в нашем же корпусе. То есть мы можем… То есть никуда ходить не надо. Не надо, да. Если, допустим, по КТ, по компьютерной томограмме не совсем понятен диагноз, потому что всё-таки это не такое конкретное исследование. Да, более информативно, безусловно, является магнитно-резонансная томограмма. Вот тогда мы делаем уже это исследование, уже уточняем диагноз и ведём дальше больного. Ну что ж, остаётся понадеяться не только на врачей, потому что врачи у нас замечательные, но и напомнить нам всем, кто пользуется потом их услугами, что необходимо заниматься профилактикой. А прежде всего нужно стараться всё-таки вести нормальный такой здоровый образ. Это тяжело, это очень сложно. Но в чём-то нужно научиться себе отказывать, для того, чтобы ваш организм был вместе с вами, а не против вас. Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, Люберецкая областная больница, наша постоянная гостья, которая приходит рассказывать нам что-нибудь новенькое про эту проблему, и не пугает нас, а говорит, что следите за собой, всё будет хорошо. Лариса Васильевна Сметана, спасибо вам большое, приходите ещё. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пеменко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»